Всем привет! Вы находитесь на канале Stadia Expertos. Меня зовут Кирилл. В роли оператора у нас Анна Сапиена, сейчас находится за кадром. В этом видео я буду рассказывать про ЭПД, также известный как Эмгенсен, Сплюффинг-Дойч. Другими словами, это просто экзамен по немецкому языку на С1, который нужен для поступления в университеты. Также в этом видео я расскажу про экзамен по математике, как он выглядит, какого рода задания. Потому что эти два экзамена я как раз уже сдал, но мы с вами поделимся своим опытом. Начнем мы с ЭПД. Сам экзамен состоит из двух частей. Это устная часть и письменная. Первая сдается письменная, затем устная. Если вы не сдадите письменную часть, то вы не будете допущены и к устной части. То есть вам обязательно нужно сначала письменную сдать, и только потом вы сдаете устную часть. Также, если вы сдали письменную часть, это не значит, что вы еще сдадите устную часть. И если у вас не получится все-таки, не выйдет устная часть, то вы сможете пересдать ее. Вам не придется письменную часть передавать, то есть оно у вас уже будет написано. У вас будет оставаться только для пересдачи устная часть. Письменная часть состоит всего из пяти заданий, каждое из которых ограничено по времени. И вы их сдаете отдельно. То есть вы сдаете сначала первое задание, вам дают бланк для первого задания, вы выполняете первое задание. Потом вы даете вам второе, третье задание, вы их вместе выполняете, и только потом, когда истекает время, вам дают уже четвертое задание, вы его тоже выполняете, и также спятое задание. То есть вы не можете, например, если для первой части вам дают 50 минут, вы не сможете его выполнить за 30 минут и сразу прийти ко второму, чтобы у вас было больше времени на дне. Так это не работает. Только когда закончатся вот эти 50 минут, отведенных до первого задания, только потом вы сможете перейти ко второму. Также я хочу рассказать про суть этих заданий, к чему, что они проверяют, какие области знаний языка. Первое задание – это своего рода лезер-хаштейн. То есть у вас есть достаточно объемный текст, к которому прилагаются около 12-11 вопросов, на которые вы должны ответить своими словами, то есть вручную писать. С одной стороны, это задание нелегкое, но так как для него дается 50 минут времени, то его выполнить достаточно легко, учитывая то, что в самом тексте можно найти прямые ответы на вопросы и просто их переписать, меняя местоимения некоторые, лишние, что-то может убрать свое, добавить. Также на бланке к первому заданию пишут, что ответы должны быть как можно короче, в 2-3 слова, не верьте. По моему опыту я просто брал и переписывал вот эти прямые ответы в тексте. Они бывают даже по 2 строчки, бланка занимает даже по 1,5. Так что тут не волнуйтесь, просто выполняйте задание. Второе, третье задание вы выполняете вместе, как я уже сказал. Для них вы получаете тоже 50 минут. Второе задание выглядит так. У вас довольно маленький текст с пробелами, и сбоку у вас напротив этих пробелов будут определенные слова напечатаны, и из этих слов вы должны трансформировать, эти слова вы должны трансформировать в слова другого вида. То есть, если у вас там глагол, то вы не можете вставить этот глагол, вы должны вставить исходное прилагательное или существительное. Опять же, по смыслу и, естественно, в правильной форме. Там, просто склонять и так далее. Задание довольно легкое, его я выполнил там минут за 5. То есть, у меня было очень много времени все поперек проверять. Третье же задание уже вам текстик немного побольше дают. И там уже обычный тест. То есть, у вас около 10-11 вопросов, и под ними варианты ответов. Четыре варианта ответа, только один правильный. Это задание уже проверяет ваше умение управлять артиклями. Также ваше понимание текста, что лучше вставить в пропуск. Также проверяет ваше умение работать с прилагательными. То есть, там будут из вариантов как артикли, так и целые слова. Дальше идет четвертое задание. Для него времени вам отдается меньше, чем 50 минут. Около 20-30, насколько я помню. Это уже такой же большой текст, как и в первом задании. Но с отличием в том, что вам придется не отвечать на вопросы своими словами. А у вас уже будут варианты ответов. Всего вопросов будет 5. И почти 4 варианта ответа каждый. Но сложность этого задания стыд в том, что в каждом вопросе может быть не один правильный ответ, а два. И именно это задание для меня было одно из самых сложных на ЭПД. Потому что там есть моменты, где вроде как и там два правильных, и там два. То есть нужно думать, нужно перечитывать уже текст, не так, как в первом задании. Я делюсь, как я это сделал. Я просто сначала проставил все задания по одному правильному ответу в каждом задании. И только потом уже перешел, как бы зашел на второй круг и начал искать, возможно, есть ли там второй правильный ответ или нет. Обычно из 5 вопросов только 2 или 3 вопроса имеют 2 правильных ответа. Тоже отталкиваетесь от этого. Ну и наконец переходим к 5-му заданию. Это уже текст-продукция. Это же просто сочинение. Своем разное сочинение. Для меня это было сложновато, потому что мы у нас в Украине, но тоже есть такого рода задания, только нам дается какая-то социальная проблема. И из этого можно легко написать видение и вывод. То есть выразить свое мнение и в выводе уже повторить его другими словами. Тут это немного посложнее. Вам дается бланк, на котором сначала пишется теза к теме. Я бы не сказала, что вам нужно сильно опираться на эту тезу. По-моему, вообще-то не нужна. Но дальше уже идут 4 пункта, от которых вам уже 100% нужно отталкиваться. И которые вы должны по максимуму затронуть, раскрыть эти темы. Например, тема само сочинения может быть, как учеба за границей, например. И в пункте могут быть ваш опыт обучения за границей, какие минусы, какие плюсы и так далее. И из-за этого для меня было сложно работать с видением и с выводом. Поэтому хочу дать совет, что вывод не должен быть сильно длинный. Предложение 2, не больше. Просто так же отдалено от темы, как и тезы, которые вам даются в начале. И в выводе постарайтесь просто максимум сжать ту информацию, которую вы напишите, описывая эти пункты. А чтобы вынагрение и понятнее было, я приведу пару примеров. Например, в первом задании текст был на тему рекламы. И в тексте также были приведены мнения экспертов на эту тему. И может быть вопрос что-то по типу каково мнение того или иного эксперта к распространению продукт-плейсмента и что-то похожие вопросы. Второе же задание – трансформация слов. Могу бы привести такой примерчик. У меня был глагол «шпрехен», который нужно было трансформировать. И правильным ответом было «шпрахен», то есть существительное во множественном числе. В четвертом задании… Был текст? Был текст, да. Был текст на тему мусора. И там у вас просто 5 вопросов с мультиплейт-шоиз. И вы думаете, где же больше, чем один правильный ответ. И в последнем задании вам даются две темы для сочинения, которые вы выбираете одну из них. Я выбрал, я решил оставаться в теле мусора, потому что я уже из прошлого текста поднаправил новых слов на самом экзамене, которые я мог бы использовать в своем сочинении. И просто следовал этим пунктам, которые были на планке. И перейдем к устой части. Она была проведена в зуме по понятным причинам, потому что сейчас пандемия. На самом экзамене присутствуют два экзаменатора, которые оценивают вашу способность говорить на немецком языке. Сам экзамен состоит из двух заданий. Вам дается маленький текст, который вам нужно будет своими словами пересказать, то есть рассказать самое главное, о чем идет речь в этом тексте. И также отвечать на вопросы, которые вам будут задавать экзаменаторы. Второе же задание – это у вас будет картинка или фотография, которую вам придется описать в подробностях. И также экзаменаторы будут задавать вопросы, и вам нужно будет реагировать как-то на них. Они могут также говорить о теме, к которой подходит эта картинка, спрашивать ваши чувства к ней, ваше мнение. Давай на примере. На примере у меня была картинка, точнее фото, у меня было фото, в котором изображены горы. И был запрошен мужчина, который ходит по канату со страховкой. И это было достаточно проблематично, описать это все. Я рассказал, что вот, там, горы, вот, человек занимается экстремальным спортом, я не знаю даже на русском или на украинском название этого спорта. Но я объяснил, что он там ходит по канату. И, например, меня спрашивали, мое мнение, почему он это делает, для чего существует этот вид спорта. Еще на подготовку вам дается 10 минут. То есть вы готовитесь одновременно и к первому заданию, и ко второму. То есть, когда эти 10 минут пройдут, у вас уже не будет времени для подготовки. Вы расскажете первое задание и сразу же перейдете ко второму. То есть 10 минут для подготовки к двум этим заданиям. Потом, после того, как вы все выполнили, все эти задания, вас отправляют в другую комнату в зуме, обсуждают пару минут буквально ваши ошибки наедине, и только тогда приглашают обратно и говорят ваш окончательный результат. В этих двух экзаменаторов также есть результат вашей письменной работы. И они сразу итоговую оценку выводят. То есть, например, у меня письменная часть была двойка. Устная... Австрийская двойка. Австрийская двойка, да. Это как good. Единица – это самая лучшая оценка. А обстая часть у меня была на тройку, и они уже сразу сообщили мою общую оценку. Чтобы получить положительный результат, вам нужно получить любую оценку от единицы до четырех. Итак, перейдем мы к математике наконец-то. Любимый предмет? Да, можно сказать так. На курсах вам дают два таких учебничка. В каждом примерно по сто страничек. Здесь вы найдете и как теорию, так и упражнение. Хочу сразу сказать, что это математика уровня 9-11 класса в украинской школе. Это первая часть, да? И первая, и вторая. И первая, и вторая, окей. Да, но как и в первой, так и во второй части есть темы, которые не встречаются в нашей программе обучения. То есть некоторые даже из высшей математики, как комплексные числа и многие другие темы. Также есть темы, которые намного углубленнее изучаются, чем у нас, как, например, вектора. И также, естественно, есть темы, которые вообще почти не затрагиваются, как тригонометрия. Все эти формулы, тут я их почти не встречал. Но хочу сразу сказать, что этого вам будет недостаточно для сдачи экзамена, потому что, ну, можно так сказать, что тут теории очень мало. То есть тут она очень сухо изложена и некоторые моменты даже просто отсутствуют. Поэтому преподаватели доотправляют вам еще какие-то материалы, но они иногда в непонятном формате. Поэтому я искал в интернете уже австрийские учебники и многие темы уже по ним не изучал. А из этих них в основном я брал упражнения, по которым можно тренировать, практиковать свои знания. Что касается экзамена по математике, он выглядит по-другому. Не так, как в Украине, не так, как в ЗНО. Если, например, в ЗНО у вас около 52 заданий, и весь экзамен начинается с самого простейшего, там, самых простейших уравнений и заканчивается заданием с параметрами, то тут на экзамене у вас дается 5 примерно на угад выбранных тем, насколько я понимаю. И каждой теме у вас по 2, по 3 задачи с несколькими вопросами, на которые вам нужно ответить. Идти задачи эти нелегкого уровня, то есть вам придется попотеть, решая их. Ответы тут бывают как 0,863, и многие задачи вы просто даже со столбиком не посчитаете, поэтому в любом случае вам придется приобрести примерно за 30 евро инженерный калькулятор, то есть на котором можно решать даже уравнения. И вы с этим калькулятором, естественно, допускаетесь на экзамен, потому что без калькулятора вы просто не сдадите. А в Украине? В Украине не дается. Вы все решаете либо в столбике, либо там не такие, и это страшно. Еще хочу, нужно в особом порядке выделить день-два, чтобы разобраться, как работает этот инженерный калькулятор, потому что была такая смешная ситуация у меня на экзамене, что я калькулятор-то я купил, но не научился как-нибудь пользоваться, поэтому каждый раз, когда мне нужно было посчитать что-то, то я бегал к экзаменатору, чтобы она у себя там уже на калькуляторе порешала, я сказала мне ответ, и там только уже на третий раз я подошел к ней и сказал, скажите, как мне пользоваться с моим калькулятором, потому что я не знаю, так что не бойтесь подходить к экзаменаторам, если у вас какие-то проблемы, если вы что-то не понимаете, это ей долг вам объяснить, как это все работает. Помимо тех советов, которые я уже давал на протяжении видео, хочу дать пару советов, это не бойтесь обращаться к своим преподавателям, кураторам, даже вне уроков. Также хочу сказать, чтобы сдать экзамены, вам не будет достаточно одних курсов, то есть вам придется заниматься самообучением, очень вообще сильный упор делается на самообучение, даже вне пандемии, вам придется самим искать дополнительную информацию, вам придется все это повторять, самим повторно все это обрабатывать, как я делал, например, с немецким, я когда сидел в курсе, я открываю книгу и заново прохожу эту тему, сам доучиваю некоторые слова. Ну и хочу пожелать вам успехов в учебе, успехов с переездом в Австрию, тут доброжелательные очень люди, очень комфортная атмосфера, как для учебы, так и для отдыха. Хочу вам пожелать отжимать из себя все 120-150%, чтобы получить желаемый результат, ставьте цели, потому что учеба здесь не так проста, как кажется на первый взгляд. Что ж, всем пока, задавайте свои вопросы в комментариях, она или я ответим по возможности и не переключайтесь, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделаете, нажимайте на колокольчик, потому что у меня еще остается три предмета, это физика, химия, биология, о которых я как только сдам, расскажу вам, так что оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok